Как дела? Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. А за что вы остановили? Становили. Водитель проехал на запрещающий классный суперпорт. Так. Именно четко? Четко. Можем видео показать? Я думала, что я успеваю на желтый, но я думала, что я успеваю на него. Я не могла резко на тормозе. Правильно. Может быть, как бы... Вам видео показали? Да. Там видно, как вы на красный проезжаете? Ну вот, как он переключался, я проспакиваю. Уже красный обзарел? Ну, желтый, да. Я думала, что я успеваю. Я же не могу резко правильно затормозить. И тут как раз начинается красный переключается, я проспакиваю. Как казалось бы, ну да. Не, ну красному рознь. Согласна. Я согласна. Ну, на красный нельзя проезжать. Понимаете? Понимаете? А строковый полис, подождите, а строковый полис зачем? Проверить. Не, подождите. В смысле, что проверить? Давайте, подождите, опустите пока права. Что мы... Какая у нас сейчас процедура? То, что там на красный она проехала, это понятно. Мы делаем либо по процедуре, либо мы никак не делаем. А не так, просто показал документы, все выписали, видео вам хватает. Мы делаем все по процедуре. Но на данный момент, на данный момент я вижу совсем обратную сторону. Там девушка рассказала о том, что она там где-то проехала на красный сигнал светофора. Я девушке показал, видя доказательства. И вам этого достаточно? Нет, я не считаю, что это мне достаточно. Я только накамливаю доказательства. Сейчас я проверяю водительское удостоверение и рестрационный талон. Вы главное не ненечте, я вам объясняю. Все идет по процедуре. Начинаем с 278 заканчиваем 282. Не просто мы проверяем документы, понимаете. Она вам показала, что они у нее есть. По поводу страхового полиса я вам объясняю. Есть из нас статья закона о полиции, пункт 5. Так там четко и ясно написано, что водитель обязан иметь при себе. А у выпадков предбаченных законодавством страховые полисы. У нас на данный момент сейчас страхового случая не наступило. Поэтому страховой полис у нас на данный момент пока миссия отпадает. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим о том, что вы собираетесь рассматривать дело, то начинайте, пожалуйста, по процедуре. Второй момент. Если вы будете ей там зачитывать согласно 268 статье Купапа ее права и обязанности, то дайте ей, пожалуйста, воспользоваться в полном объеме. И все. Я же правильно? Я же больше ничего. Вы правильно сказали. Я же четко все сказал. Но смотрите, я же еще даже рассмотрение дела не начал. Я просто показал. А как вы можете тогда проверять документы, если вы даже еще дело не начали рассматривать? Девушка хотела посмотреть видео. Правильно. Но это 251. Я понимаю. Это правильно. Я ей показал. Потом вы подъехали. Я же еще не сказал, что рассматривать. Я подъехал, чтобы девушке подсказывать. Понимаете? Так как она не владеет юридическим языком, она доверяет мне. Послушайте, а у вас есть два месяца привлечения усобы. То бишь, вам сейчас, на данный момент, не составит труда ее, как говорится, штрафовать. Но при этом вы нарушите 268. Если вы посчитаете, что нет, вот я увидел видео, мне этого достаточно. Правильно я же говорю? Правильно. Просто я понимаю, что тяжело сделать по процедуре. Потому что у нас настолько все дырявое, что проще просто показала, выписал. Вы поехали со спокойной душой. А она будет немножко напрягаться. Где брать адвоката? Как это обжаловать? Как писать ходатайство? Как писать заявление? И все такое прочее. А что вам? Вы свою работу выполняете, за это бабки получаете. А она за это будет потом тратить. Я инспектор патрульной полиции Иванич Петровикторович. Я познакомлюсь с моими удостоверениями. О, это уже на что-то хоть что-то похожее. А где она проехала? На... Спускаюшись... Били будинку, проспект Валандау. 58 дом. Там где? Регулированный десятонный переход. А где? Аж... Перед мостом? Да. А что вы ее здесь остановили? Тогда налево. Они да, они проехали там. А вы откуда ехали? Мы? Отсюда? С этой стороны? Нет, мы по этой стороне ехали. А можно видео увидеть? Что-то интересно мне стало. Как это так? Вы остановили. А у вас нету с собой? Нет, у нас на планшете. А планшете? Все у вас чётенько планшетик так сделанный. У нас регистратор. А где ваши регистраторы? Не, я имею в виду регистратор. Не, не, регистраторы. Ну, регистраторы. Тихо. Личные. Ну, вот. Ну, ладно. Хорошо, согласен. Вопросов нету. Отойдите. Не дай бог вас сейчас зацепят. Я буду переживать за это. Да, не сможем. Да. Поэтому как бы это... Смотрите, там очень много нюансов. Ну, смотрите, я как бы сторонник того, чтобы ездили там на красный, не пропускали пешеходов и всё такое прочее. Но мы добиваемся того, чтобы наша полиция, так как мы её выбрали или она сама появилась, работала с гидного чинного законодавца. Ни в коем случае не, как говорится, не выписывала постановление. Вы показали, я могу вам сказать так. Сейчас бы вы показали, и вам моментально сейчас прилетел бы штраф. Сколько у нас штраф? 510, наверное. 510 на минуточку. На минуточку. 510 грябчиков. Смотрите, я инспектор, конечно. Директор Ильич Катинов. Начинаю развед справа. Васан Макс Митт. Сейчас, минута. Важные слова. Смотрите, видно? Смотрите, видно? Да. Красный. Светофор. Нет, ещё нету, жёлтый. Жёлтый, так. Проехал. Красный. Красный. Так, вы поехали, поехали, поехали. Увеличить, нет? Не, не надо. Поехали, поехали, поехали. А с какой скоростью она проехала? Ну, вы понимаете, где не могу. А дальше, где автомобиль едет, да? Ну, если увеличить, она что-то видит. Я понял. Ну, допустим, что-то есть, что-то есть. Да, я увидела, что ушёл, а резко тормозить не стала, потому как никого не могу подорвать. Смотрите, хочу вас узнаём за вашими правами до обозначения. 1.63. Университет и ответственность за надачу пояснений, хоть и себе, а то есть. 1.63. Кодекс Украины про министративные правопорушения. В час розвитку справа. Вы можете воспользоваться юридической помощью. Если у вас есть адвокат. У товарища полицейского есть два месяца на привлечении. Вы можете написать ходатайство о том, что вам требуется время для того, чтобы привлечь адвоката. То-бишь, у нас два месяца, и в два месяца, как бы, полицейские и, в кавычках, нарушители должны уложиться в два месяца. Если за два месяца полицейский докажет вашу вину, то вы понесёте, естественно, наказание. На данный момент сейчас вы либо можете согласиться с этим, либо перенести. Вас никто сейчас не будет на данный момент штрафовать, если вы будете переносить дело. Перенести это как? Ну, вы просто напишите ходатайство. У меня, в принципе, есть готовые ходатайства. И всё. Есть же у вас адвокаты? Ну, есть, да. Ну, в чём проблема? Вообще, не вопрос. Они дадут вам поведомление. А вы согласовываете дату со своим адвокатом, чтобы ваши даты совпадали. Только, уважаемые инспекторы, я вас очень прошу, не ночное время, не 9 часов вечера. Я понимаю, я всё этого не делал. У нас есть много роликов, где полицейские в 2 часа ночи, в час ночи приглашают для рассмотрения дела. Но я считаю, что это чистые олени. Ну, давайте начнём с того, как говорится, конкретно. Данные, как говорится, полицейские, либо я вам кого-то приглашали в такое время? Не-не-не-не. Я про... Я заранее. Не. Всё адекватно. Мы, как говорится, не первый раз с вами встречаемся. Не-не-не. Так, а я ж корректно тоже. Я самый вежливый человек. Вы можете, как бы, написать ходатайство, а вам дадут поведомление. Хорошо. Можете созваниваться с адвокатом, на какую дату вам это. И придёте в управление, как бы, будете делать свои доводы. Они будут свои доводы. Но вам надо сейчас это делать, созваниваться. Да, я поняла. То бишь, они не нарушают ваши, как бы, конституционные права. Да, 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 я поняла. Вот, поэтому, как бы, богами сидёт всё в рамках членового законодательства. Смотрите, просто, если вы соглашаетесь с этим, то, как бы, ну, бессмысленно-то, да, там, переносы делать. Я поняла. Если вы не соглашаетесь, и вам интересно всё-таки с адвокатом прийти, и как оно будет? Ну, я так понимаю, что там... Вам показать ещё и... Да, они мне показали, что опять ниже видео, что там реально же видно, что я проехала. Нет, ну, смотрите, это можете вы так понимать, это могу я так понимать. А может, адвокат будет совсем по-другому это видеть. Вы же не забывайте, ну, можно ещё сделать запросы по КП-сигналу. Как работали светофоры, были ли они. Ну, поверьте, это очень-очень всё долго. Ну, да, понятно. Так что? Нет. Не будете? Это будет столько времени, мне займёт, что... Ну, тогда... Ну, да. Я понимаю. Смотрите, без меня, так сказать, значит, была руководитель самопоснования. Ещё раз повторюсь, я вас на статье 123, ч. 2. А именно то, что вы поручили, ну, пункта 5, 8, 7, 3, не, а самым проехали на многотливую червоность в нашем городе. Протягом 10-ти вы можете право выскаржить его, протягом 15-ти вы должны его складывать. Если вы не складываете, сыну штрафу вы будете... Ну, там есть какая-то, я знаю, забота... Какая-то есть? Да, это на видеофиксации. А в чём, какая разница будет? Я тоже интересная. Что-что? Ну, вот, если на видеофиксации это было бы замечено. Ну, это, которые камеры установлены? Да, я поняла. Нет, там она же на скорость. Ну, я поняла. Ну, какая разница, даже если на скорость, и даже если бы они меня остановили на скорость, то, если они меня останавливают, то я плачу полную сумму штрафа. А если зафиксировал регистратор... Нет, у нас такого же нет. У нас не было такого. Как? А если фиксировал регистратор, то можно 50%? Нет, но у нас не было такого. Так это автоматическая фиксация. Да. Это, ну, нарушение скоростного режима. Это только автоматическое. Если оно сделано вручную, всё, ну, как они... Ну, у них бонусов нету, ни скидок нету сегодня. Я поняла. Сегодня не чёрная пятница. Я поняла. А что у меня чёрная пятница? Я поняла. А что у меня чёрная пятница? Это вам, пацаны. Если что, это всё все налит вам. Кинут нам, а нам с вами бить. Ну, может, 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 не знаю. Сто процентов. Может быть. Просто вас увидели сразу. Да я вас умоляю, ну... Меня увидели. Меня и так в телевизоре каждый день смотрят. В телевизоре, в шторах, везде. Везде, везде. Чем можем, тем помогаете. Видите? Я вот опаздывал. Думаю, нет. Надо остановиться. Тут что-то не так. Остановился. Вижу нормальные пацаны, трещняка не будет там, чтоб 345-е, первое, задержание. Всё такое, Петрушечка произошла. Можно на первый раз, значит, простить меня. Очень мало законодательства. Ну, к сожалению, видите, не могут они этого сделать, потому что купап это, как написал. Так что? Интернет виснет. Интернет виснет. Это плохо. Wi-Fi сделать раздачу? Да. Я тут в настройках не разбираюсь, они здесь всё... А там, не, а там так, штурку опускаете, там, Bluetooth, Wi-Fi... Я уже не буду этого делать, чтоб ничего там не натворить. Потом же мне раздавать этот планшет. Ничего страшного. Это значит, что меня нужно отпустить на первый раз. Поэтому он и виснет. Я больше не буду. Как вы думаете, сколько... За сколько видео наберёт просмотров? Ну, как вы... Как вы предполагаете, за сколько? Сколько вам могут дизов поставить, а девушки лайков? Да. Я честно, я... Это нормальная тема. Благодаря нам вы становитесь популярными. Да? Да. Всё, страна потом наставит? Не знаю. Вы копию поставили? Да, да, да. Ну, конечно, наверное, да. Да. Инспектор, можно я вас перебью? Да. Знаете, один минус. Вы 268-ю не полностью озвучили. То, что вы там 251-ю доказы знаёмывали, это понятно. 268-ю... Но, к сожалению, вы не полностью её озвучили. И я видите, прогавил, как вы быстро уже наклепали постановление. А это можно было бы, если бы я не приехал, мы уже стоим 17 минут. А вам бы его вынесли за 3 минуты. Да. Буквально. Да. Вы же даже не спросили, ходатайство вы будете просить? Я спрашивал, вы хотите какие-то права? Я знакомил с правами и спросил. Хотите... Спрашивали у вас? Да. На чья прослушал? Да. Вы же просто на напарника моего обратили внимание. Да. А, может, может. А я срочно сейчас издеваю. Ваш видео смотрел. Там, где ложки, ваша копия. Я знаком с вашими правами. Это, что вы отрюмает, сколько у нас. 50 лет это зловечное место блогеров. А, да? Это такое зловесное. Мы не делаем ничего незаконного. Скажем так. Не, ну это хорошо. Не, вы же знаете, когда я в грубой форме общаюсь. Когда со мной плохо общаюсь. Все. Мы же с вами. Ну, мы же так с вами, как из карьерна, так и сделаем. Не, ну вы же понимаете. То бишь, логика понятна. Удар на удар. Не порушуйте. Будьте уважни на грозе. Счастливо вам. И обязательно скажите, подписываемся на канал. На канал. На ДОС Харьков. На ДОС Харьков. И ставим лайки. Счастливо пути. Да. Спасибо. Все. Не нарушайте. Спасибо вам пути. Все нормально. Друзья, ну вот, остановился помочь девушке, но полицейские, к счастью, оказались намного адекватней, чем другие полицейские. Девушки зачитали все ее права. Никто на крысу ничего не писал. И поэтому девушка согласилась со своим правонарушением. И получила постановление. Как-то так. Ну, вы знаете, что делать. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Ну, а я погнал дальше. Люблю девчонкам помогать. Субтитры сделал DimaTorzok